Есть кастрюля, в которую налита вода, и в нее положили льдышку. Ну, я не знаю, как она выглядит, вот как-то так вот, да? Естественно, что небольшая часть над водой, главная, основная часть под водой, да? Что? Да, это айсберг, только дома. Любой из нас это может легко сделать, просто, ну, я не знаю, Сейчас у нас, говорят, трудно лед найти на улице, но скоро можно будет. Или из колотильника, в общем, захотите, найдете. Берете лед, да? Желательно побольше кусок. Кладете его в кастрюлю с водой. Проблем никаких. А теперь вопрос. Когда лед растает, скажите, пожалуйста, что произойдет с уровнем воды? Вот тут где-нибудь перезонтальный уровень? Он повысится или понизится? Повысится? Он понизится? Он понизится? Да. Он останется на месте. Так, итак, есть три варианта. Понизится, останется там, где был, повысится. Опять голосование. Кто считает, что вакуумный уровень воды понизится? Кастрюля, она не тесто. Кастрюля просто стоит на столе. Не важно, где она стоит. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек считает, что понизится. Спасибо. Кто считает, что порно? Так, что ничего не изменится, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Ну, примерно двенадцать, двенадцать, я не понял, человек считает, что останется. Кто считает, что уровень воды станет выше, чем лод? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Тоже двенадцать. Спасибо. Кто пойдет защищать свою точку зрения? Давайте, за то, что понизится. Кто пойдет защищать? Лед. У него больше, а он, чем он, просто воды. Да. Поэтому он снимает больше пространства, и он больше вытесняет воду. Да. Значит, бред, когда он растает, у него объем понизится, и податка оборудится. Отлично, спасибо, садитесь. Кто считает, что порно? Давайте. Вот у нас была каструля с определенным количеством воды. Да. Мы туда положили ледышку, ну, большую, и она вытесняет воду наверх. И потом, но, если мы вытеснем эту ледышку, он объем воды понизится. Не объем понизится, а уровень понизится. Ну, уровень, да, воды понизится. Если эта ледышка растает, то, соответственно, пропадет эта сила, которая давит воду вверх, но и вода остается на месте, потому что ее появится больше. А что такое пропадет сила, которая давит воду вверх? Ну, ты же скажешь, давит воду вверх, но имею в виду, наверное, давление. Давление. Ну, хорошо, спасибо. И теперь кто считает, что повысится? Да. Плотность воды меньше, чем плотность льда. О, плотность воды меньше, чем плотность льда. А почему? Потому что лед с твердой, это сила. Да. А лед с твердой. Вот. Ребята, вот во времена моего детства был такой курс передоведения, где младший класс, то, что сейчас называется, наверное, четвертый год, объясняли такие вот самые-самые простые вещи об окружающем мире. Сейчас, формально говоря, в школе тоже остался курс под названием, как называется? Окружающий мир. Окружающий мир, да? В принципе, это уже серьезно. В принципе, кто-то старший класс, он уже должен быть подстоящим. Вот окружающий мир. Но, к сожалению, в окружающем мире, в этом самом большая часть, это, в общем, такая болтовня, а не содержательные штуки. Поэтому, мягко скажем, ваш уровень знаний потрясает. Давайте еще раз услышим, что он сейчас сказал. Твердое тело. Что дальше говорится? Имеет плотность больше. Имеет всегда плотность больше, чем жидкость. А жидкость, что жидкость? Имеет плотность больше, чем газ. Правильно? Да. Правильно. Кто-нибудь может возразить его? Да. Да. Если бы лед был плотнее, чем вода, то реки бы не замерзали. Между прочим, это совершенно фундаментальное явление, ребята. Если бы лед был плотнее воды, то происходила бы совершенно потрясающая штука. У вас речки промерзали бы полностью. У вас не возникал бы вот этот слой льда сверху, который защищает. И никакой рыбы, вернее так, рыбам пришлось бы научиться замерзать. Нет, в принципе, есть такие рыбы, которые замерзают, а потом размораживаются и продолжают жить. Но все-таки, господа, все-таки лед, конечно, легче. Если вы возьмете дышку и бросите, она будет плавать. Так, что? Какая штука? Какая штука? Какая штука? Совершенно верно. Айсберг – это и есть большая дышка, которая плавает в воде. Чудо как версии делать корабли изо льда. Хорошего вопрос. Почему не делали корабли изо льда? Так. Мне кажется, есть много вопросов. Поскольку корабли, там же, ну, как птички, на ларусы ставят, то тогда просто будут скользить люди. Ага, будут скользить неудобно. Замечательно, да. Ваша версия? Мышление, если они ставят. Так, ваша версия? Из-за двигателей, если это мотор, наверное, какой-то древний, значит, древний. Ваша версия? Кто не жил, ну, непонятно. Нет, ну почему? Кто-то там жил. Почему не делали корабли изо льда? Человек. Абсолютно возможно, как бы, сделать себе предательную форму, потому что он просто... Почему это? Нет. Льду предательную форму, вот уж без проблем. Берете любую теплую штуку, и вы можете просто, что называется, при помощи горячего предмета, резать лед совершенно запросто. Я не знаю, видели ли вы, но я, в детстве, видел такие ледяные скульптуры. Идея простая. Берем достаточно чистый лед, ну, чтобы без всяких трав, без травы, без каменюк. Вот. Берем чистый кусок льда, большой. После этого скульптор просто вырезает из него самые разные. На Новый год делали скульптуры. Просто... Вот я в детстве жил в Степутамаке, это город Башкирии. Там зима гораздо более холодная, чем в Москве. Там более континентальный климат. Так там, в центре города, не каждый год, но довольно часто, делали такие... Просто ледяной городок. Нарезали из ледяных блоков, там, всякие фигурки, дорожки. Что тут не делали? Наоборот, лед очень легко обрабатывается. Да? Мне кажется, не делали, потому что из ледяных кораблей можно будет плавать только на севере. Вот тут вопрос. На севере можно будет плавать? Нет. Там будет... Там будет что? Там будет делать, что там будет. Слышно, грубки, надо... Да, ваша версия. Казалось бы, это разумный проект. Берешь, делаешь из-за ледышки, потому что льдин много плавает. Человек своим теплом будет его разморожать. Человек своим теплом. Хорошая версия. Ребята, все гораздо проще. Вообще-то изо льда корабли делают. Белые медведи плавают. Сколько сам по себе мишка может легко проплыть? Знаете? Сколько? Вот белый медведь взял и поплыл. Мало. Километра три. Хорошо. Еще версия... От Гриландии до Евразии. Я упала за ними, пересекает по льду. А, то есть они просто ходят по льду. А плавать они не умеют. Умеют, но редко. Хорошо. Еще версия. Они так называют, что ты едешь от новой земли до северного полюса. Нет. Еще раз. Мнение народа. Давайте на два варианта. Белый медведь чаще всего ходит и редко-редко. Ну, так же, как я, да? Вот я в большую часть жизни хожу и, что называется, там, несколько десятков раз в жизни плавал. А вот так же, да? Так же и белый мишка. Это первый ряд. Второй ряд. Мишка белый хорошо плавает. Вообще без проблем. На сотни километров. Итак, кто скорее за первый вариант? Смелее вы. Честно. Кто считает, что белые медведи плавают плохо? Второй ряд. Плавают хорошо. Итак, плавают плохо. Кто поднял? Тот, что предложил, не поднял. Тот, что предложил, не поднял. Примерно два человека. Да, спасибо. Кто считает, что они плавают хорошо? Да, спасибо. Почти все. Ребята, они не просто плавают хорошо. Когда биологи рассказывают о животных, они чаще всего белых медведей причисляют к морским млекопитающим. То есть проплыть 500 километров для белого медведя, это примерно так же, как для меня пройти, ну, я не знаю, там, из дома на работу. Они плывут, не особо приходя в сознание. Вот он просто поплыл себе, поплыл, поплыл, ни о чем не думает, так вот гребет себе, сам более-менее спит. И так он может сотни километров плыть. Живет он там, ребята. Вот так же, как вы сейчас сидите, и ни у кого нет вопроса, просидите вы еще пять минут или десять, правда? Живете вы. Вам совершенно комфортно вот так спокойно сидеть. Вот точно так же белому медведю совершенно комфортно плыть. Ну, ребят, разумеется, если есть какая-то льтина, почему бы не вылезти, почему бы на ней не посидеть, дальше не поплыть и так далее, и так далее. Так вот, господа, докладываю. Вообще-то, любая льтина, когда плывет в океане, она вообще-то тает. По той простой причине, что какой бы он ни был холодный океан, там все-таки вода. Понятно, да? И она хоть чуть-чуть, но теплее. Она, конечно, очень холодная, по нашим с вами представлениям, но она все-таки теплее, чем должен быть лед, да? Ну, вот, поэтому ваш корабль... Вообще-то, ребята, есть такая штука, как исследование вот этих вот полярных областей следующим образом. Берут какой-то прибор, а иногда и прямо людей с палатками на льдину, на большую льдину, и они плывут. Знаете, может быть, слышали, какие экспертизы были. Плывут, делают научные измерения и так далее, и так далее. И чем заканчиваются все такие экспедиции? А? Знаете или нет? Бывает, корабль их спасает. Нет, корабль, самолет прилетает. Все такие экспедиции заканчиваются тем, что льдина стала слишком маленькой. Льдина треснула, потом еще раз треснула, еще раз, и в конце концов, действительно, их надо оттуда как-то спасать. И это не то, что произошла трагедия, а просто это с самого начала так было задумано. Их высадили на огромной льдине, она постепенно таяла, 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 растаяла. Так, все все поняли? Да. Все все поняли. Так, теперь возвращаемся к нашей задаче. Господа, разумеется, право были те, кто считали, что уровень не изменится. По той простой причине, что есть закон, у нас все ощущения, что если у нас вот эту область заполнена в точности водой, то она будет весить ровно столько. Вот каким образом можно узнать вес корабля? Достаточно замерить объем области, которая находится под водой, и узнать, сколько весит эта вода. Может быть, слышали, часто говорят, водоизмещение столько-то тонн. Понятно, да? А потому что вместо того, чтобы взвешивать каждую железку на корабле, вам достаточно просто посмотреть объем подводной части, и все, и вы сразу получите вес корабля. Разумеется, как всегда в таких физических задачах, я чуть-чуть наврал. Кто меня может поймать на лжи? Кто может сказать, в чем я на самом деле ошибся? Испарение. Не, не испарение. Испарение, ну, тоже можно, конечно, до этого, пусть испарения не было. Есть бы другая ошибка. Ребята, проблема будет, если вода не той же солености, что и лед. Вот если лед по своему составу такой же, как вода, тогда из льда получится, что она из такая же вода. А возможно проблема, что лед был, что называется, без соли, а вода была соленая. Вот интересный вопрос. Что тогда получится? Тогда увеличится или уменьшится? А на самом деле? Увеличится, уменьшится? Вообще, какая вода занимает при одинаковом весе больший объем? Пресная или соленая? Да. Подумайте. Разумно подумайте. Что тяжелее? Литр соленой воды или литр пресной воды? Литр соленой, конечно, тяжелее. Литр соленой воды тяжелее. И поэтому, если у вас лед, что называется, без соли, а вода с соли, то тогда чуть-чуть повысит соли. Так, пока что? Лед не может быть соленым, потому что соленая вода не замерзает. Соленая вода, конечно, замерзает. Замерзает вопрос, при какой температуре? Почему, кстати, хороший вопрос, почему моря не замерзают? Пример, вы считаете, замерзают? Нет, по-настоящему. По-настоящему. Вот взять всему морю. Ребята, во-первых, если кто-то из вас был в Крыму, ну вот мы проводили 4 года в Щелкино летнюю школу, правда мы это летом делали, но тем не менее местные жители нам показывали фотографии около берега абсолютно замерзшее море. Дело в том, что принципиально, что называется, море это вода. Если не слишком глубоко, то почему бы и не замерзнуть? Очень хороший вопрос. Почему вообще вот нет такого, что целиком море замерзло? Или есть? Ребята, такое, что море целиком замерзло. Есть или нет на свете? Да. Ну есть подводные межречения, которые могут не дать. Ребята, серые декорки кем вообще-то есть? Там есть области, огроменные с льдом, льдом, льдом. Почему не промерзает до дна? Потому что есть лед, еще и лед. Потому что вообще-то есть могучее перемещение воды. Здесь идея в чем? Вот нам уже рисовали в Солнце и Землю. Вот эти полярные области, они хуже освещаются Солнцем, да? Экватор освещается сильнее. Теплая вода перемещается. Может быть, слышали? Есть такое замечательное течение Гольфстрима. Слышали? Замечательно. Благодаря Гольфстриму в Англии, которая расположена, в общем, довольно северным образом, климат гораздо мягче, чем, скажем, в Швеции. Это знаете, да? Что в Швеции, что-то, холодно, а в Англии, по сравнению со Швецией, тепло. Потому что течение. Очень много переносит тепла течение.